Весь этот конгломерат, такой причудливый, разнообразный, обычно разделяют на три ветви, на три направления. Можно такую горизонтальную линию провести, и три стрелочки и три колодочки, две крайние, одна центральная. Одно направление мы называем мистическим, мистические течения, противоположность мистическим, другая крайность, францио-аналистические, и средние направления евангельские. Что значит мистические направления? Это те течения, которые основывают свое вероисповедание на пророчествах, на откровениях, которые практикуют экстатические собрания, говорения языками незнакомыми. Данное направление обычно относит к мистическим, что Библия не стоит во главе угла, но вся опора на озарение, откровение, пророчественные чудеса и практика вот таких экстатических молитв, практика духовного экстаза с говорением непонятными языками. Кого бы вы сюда предложили отнести? Аризматов. Ага, ага. Аризматов мы не можем пока сюда отнести, почему? Видите, какой мы заголовочкой сделали? Средотечественный. Отечественный протестантизм. Прагуны эти самые. Прагуны эти самые? Да. Прагуны, скакуны. А кого еще сюда поставим? Духоборы. Ну, духоборы с некоторой натяжкой можно поставить. Хлостые. 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 Я думаю, она стоит, а вот чуть пополадали больше. Толстовцы, нет? Нет. Это рационалисты, скорее всего. Да, да, да. Хорошо. Хлостые очень. Беспопорцы. А вот рядом с Хлостами кто стояли? Жидовцы. 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 Сейчас, сейчас, сейчас. А там вот в среде Хлостовцев родилось. Скопцы. Да, Скопцы. Рационалистические направления. Вот само слово рационализм. Это, значит, такой подход. Трезвый. Да. Логический. Ищущий выгоду. Если да, то для чего? Для чего? Рационалист придерживается такого принципа. Чего я не понимаю, того я не принимаю. То есть, то, что мой ум не может объяснить, то, что я не могу там интеллектуальным способом постигнуть, я не могу это принять. Да. Вот Лев Толстой, между прочим, часто такую фразу повторял. Чего я не понимаю. Чего я не понимаю, того я не принимаю. То есть, ум мой никак не может изъяснить, например, троицы, тривединство Бога. Я не могу так интеллектуально это себе представить, изобразить, изъяснить, и потому что я не воспринимаю. А Христа он тоже что бы не мог? Да. Да, вот божественность Христа тоже он не воспринимал. Все чудесные явления, явления необъяснимых с точки зрения рассудка. Потому что они отвергались рационалистами. Вот толстовцы, да, самые яркие представители рационалистического направления. Вот из тех, с кем мы знакомились, жидовствующие, да, в наибольшей мере, в наибольшей степени подходили к рационалистическому направлению. Жидовствующие или единствующие. Потому что было одно такое течение в Тверской области, очень родственное толстовству. Это так называемые Сютаевцы, то есть по имени основоположника, проповедника Кирилла Сютаева. Это был тверской крестьянин Кирилл Сютаев. Он мыслил так же, как Кирилл Толстой. И они, между прочим, встречались часто. Любили беседы, вести на религиозные темы. Мысли и конфессии или Толстой все-таки встретили? Толстой. Сам Толстой встречался с Кириллом Сютаевым. Они садились обычно на телегу, в жаркий такой день летний. Лошадка так потихоньку везла. Они там беседовали, спорили. Иногда заворачивали на обочину лошадку. Телег переворачивался. Потому что они падали в траву и продолжали спорить. Кирилл Сютаев, так же как и Толстой, очень любил Нагорную проповедь. Старался практически ее воплотить в жизнь. Вполне искренне так хотел научиться любви христианской, возвышенной, прощению, благодушию. Не были такие эпизоды в его жизни. Он был человек такой зажиточный, трезвый. Хозяйство у него было большое, урожай были приличные. Много там амбаров были. И вот как-то осенью выходит он утром во двор и смотрит. Все его амбары раскрыты, замки вырваны. Стоят телеги. Мужики из соседней деревни воруют, грузят на зерно, кладут. Вот такая картина предстала взору Кирилл Сютаева. Он посмотрел и ни слова не говоря подошел к ним и стал им помогать грузить. Свои мешки грузят на плечи, таскают на подводу. Все вытащили из сарая, из амбаров. Уехали, увезли в свои деревья. На следующий день снова вышел во двор. Опять такая же картина. Те же самые мужики, те же самые подводы. Потому что теперь они загружают. Больше мешков. Назад. Назад. В сарай. В данном случае, как мы говорим, совесть пробудилась. Сютаев не воспротивился, он не вызвал там полицию, милицию, не стал их ругать. А наоборот, помогал ему грузить свое добро. Они потом назад все привезли. Были такие ситуации, когда Сютаева вызывали к полицейскому приставу, к судье. По какому поводу? Он не платил налоги. Судья допрос устраивает. Почему ты, Кирилл, не платишь налоги? А Кирилл вопросом на вопрос отвечает. А вот скажи мне, Иван Петрович, ты как себя считаешь? Ты человек праведный или грешный? Судья замешивается и говорит, ну, конечно, я неправедный, а грешный, наверное. А вот потому я тебе налоги платить и не буду. Какой-то грешный человек. Людей обманываешь, взятки берешь, налоги не буду платить. В то же время много было таких вот у него чисто евангельских стремлений, когда он бескорыстно старался сделать добро. Там у удовой крыши похуделось или еще что-то такое. Он ремонтирует, идет, ему предлагают деньги. Он говорит, нет, по мне хоть вовсе не будет этих денег. Я сделаю так без всякой компенсации. Поры выстремления были искренние. Но вот, к сожалению, такое вот однобокое восприятие Евангелия. Только мораль, только этика. А все чудесное, сверхъестественное не воспринималось. Это вот так называемые рационалисты. И центральное направление, среднее, евангельское. Кого вы сюда предложите вместить? Малограни. Почему евангельское, а не там? Да, я думаю, что здесь уже все, наверное, уловили. Почему мы это направление называем евангельским? Здесь опора, акцент, основы вероучений, евангелия. А стригольники? Да, стригольники. Стригольники. Вообще неверно, да. Стригольники. Ну, можно сюда добавить и тех, о которых мы не упоминали, а о которых знаем. Кого бы вы сюда предложили? Ветеральные баптисты. Баптисты, да. Баптисты, Анна Баптисты. А вот на Украине… Штунды. Да, штундисты. 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 Кто-то предложил Анна Баптиста, но Анна Баптисты имели все-таки западное происхождение. В Швейцарии, потом в Германии, в Голландии. Менониты были у них. Вот менониты – это как раз потомки анна Баптистов. Да. Но тоже они в наибольшей степени… Но не в России были они менониты. В России они были, но среди менонитов нет русских, нет украинцев. Сейчас менониты… Это немцы. Или обрусевшие. Или… Вот если у вас вот эта схемочка держаться в сознании, то очень легко сориентироваться в разных направлениях и течениях. И вот такую градацию примерно. А штундисты… А пятьдесятников вы писали. А кого были вот из этих всех похожи ближе? Штундисты? Штундисты тоже были разных оттенков. Значит, были штундисты похожи на молока, у которых не было ни водного крещения, ни хлеб преломления. Были штундисты почти точно такие же по своему вероучению, по жизни, как и баптисты. Они признавали крещение взрослых. Были штундисты – детокрещенцы, с признанием детского крещения. Разные такие были. В смысле, вы крестились с детства и потом еще раз крестились? Нет, нет. Признавалось детское крещение, повторного крещения уже не было. У некоторых штундистских групп. Там тоже произошла такая вот эволюция, развитие постепенное. А собрание как штундисты? Штундисты одного типа, похожего на молока, другого. И потом на почве штундисты в арктические церкви начинают возникать. Мы об этом будем говорить. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok